Привет всем, с вами я Михаил, сайт обзор CKUA. Сразу скажу, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT, лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им спасибо, а мы с вами в сегодняшнем уроке начнем рассматривать категорию эффекторов. И довольно подробно рассмотрим первый из них, это эффектор плей. Использование эффекторов для дополнительного контроля над клонами предоставляет нам различные и очень интересные возможности. Итак, давайте создадим новый документ с сочетанием клавиш Ctrl N. Давайте добавим в наш проект клонер, зададим для него объект, пусть это будет торус 40, а здесь 10. Ну, думаю, достаточно. Сделаем его дочерним клонеру, создадим сплайн, развернем ее. Выберем в клонере Object и укажем на наш сплайн. Вот что у нас получилось. Теперь давайте на вкладочке Transform немного развернем наш торус, к примеру, вот так. И чтобы добавить эффектор, нам необходимо выделить клонер, зайти в эффекторы и добавить плей. Как видите, картинка сразу изменилась, а в клонере на вкладке эффекторы добавился эффектор плей. Давайте изменим цвет. Пусть наши копии будут красного цвета. И перейдем к рассмотрению плей эффектора. Итак, мы можем наблюдать, что по умолчанию плей эффектор добавился со значением 100 сантиметров по позиции Y. А в окне просмотра визуальное смещение нашей группы клонов произошло по позиции X. В настройках клонера мы развернули наш торус на 90 градусов, тем самым, соответственно, сместив его оси. Вот в таком положении, когда он развернут на 90 градусов, для нашего торуса Y будет идти относительно X. Поэтому, оперируя с разными настройками вращения, позишн и так далее, всегда нужно не забывать о том, где именно вы это разворачивали. То есть, если мы оперируем сугубо в клонере, не трогая сам объект, значит, исходя из настроек клонера и распределяются оси наших объектов. С этим, думаю, понятно. Вернемся опять на Plane. И здесь, в данном случае, за распределение наших клонов отвечают параметры Transform Mode, режим преобразования, и Transform Space, преобразование пространства. Значение, указанное нами здесь, говорит о том, что режим преобразования будет относительно узла, или нод. В нашем случае, нод – это наш торус. Какие здесь еще настройки этих параметров? Для преобразования пространства доступны три варианта. Это нод, это эффектор и объект. Предположим, если у нас сейчас стоит эффектор, то распределение произошло по оси Y. В режиме преобразования доступно три свойства – Relative, Absolute и Remap. Выглядят они, соответственно, тоже по-разному. К примеру, если мы выберем здесь другой режим, например, Absolute, то регулировать силу распространения можно вот этим слайдером. Разные сочетания и комбинации этих режимов дают, естественно, разные возможности. Давайте поставим опять на нод. Давайте сделаем некоторую анимацию. Уберем Position Y на 0. Вернемся в Cloner, Object. И Rate установим, предположим, на 30. Давайте теперь вернемся на наш Plane Effector и... По X поставим 100. Вот он у нас поднялся. Теперь давайте рассмотрим вкладку Falloff. Данный параметр создан для лимитирования эффекта от самого эффектора в определенном пространстве. На вкладке Shape мы имеем несколько возможных видов примитивов для формирования данного эффекта. Все они работают по-разному. Вот заслуживающее внимание – это Source. У него в качестве Source Link'а есть возможность использовать сплайны, партиклс и даже полигон обжект. Мы рассмотрим работу Falloff на примере примитива сферы. Позиция наших клонов изменилась, но, несмотря на это, они все же находятся на своей исходной позиции. Итак, действие Falloff довольно простое. Все, что находится внутри зеленой сферы, подвержено эффекту. Все, что снаружи – нет. Мы можем это легко проверить, передвинув нашу сферу. Вот, как видите, то, что оказывается внутри сферы, подвержено эффекту. Что снаружи – естественно, нет. Причем высота подъема наших клонов равна значению, указанному нами здесь. На данной вкладке мы можем управлять всеми доступными здесь параметрами – Weight, Size, Scale, Offset. Даже Slice. А вот слайдер Falloff регулирует плавность перехода. Изменяя значение Falloff, у нас либо увеличивается, либо уменьшается специальная красная сфера внутри зеленой. То есть именно параметр Falloff отвечает за плавность. На данной вкладке нам доступны еще и различные механизмы реализации нашего движения. Движение вот этого Falloff. Мы можем использовать для плавности перехода различные алгоритмы. Функции этих алгоритмов доступны здесь, а установка, вот смотрите, если мы кликнем мышкой здесь, нам открывается меню. У вас этого не видно, но опустившись вниз, там есть функция Spline Presets. И мы можем выбрать один из нескольких доступных, ну, к примеру, Cubic. При выборе данного механизма движение наших клонов будет осуществляться в соответствии с этой кривой. Давайте вот ее запустим. Сейчас оно выглядит вот так. В реальном времени мы можем редактировать. Видите, клон подымается. Редактировать, и тогда механизм будет такой. Даже устанавливать Animation Speed. Давайте вернем нашу позицию. Назад. Ресет. И вернемся с вами на вкладочку параметров. Что у нас доступно еще здесь? Итак, вкладка Color. Color Mode довольно специфическая секция, работающая с цветом. Ну, к примеру, если мы сейчас ее включим на On, то в наивысшей точке соприкосновения наших клонов со сферой произойдет замена цвета конкретного клона. Тема эта довольно обширная, я думаю, мы ее рассмотрим как-нибудь в отдельном уроке. Давайте сделаем его обратно на Off. И следующий у нас это Weight Transform. Честно говоря, мне не приходилось конкретно работать с этим параметром, но могу сказать, что это опция веса для клонов. Оперируя данной функцией, можно задавать отдельный вес для каждого из клонов. Покажу сейчас, как данный параметр выглядит. Для начала нам необходимо вернуться в наш клонер, на вкладочку Transform и в Display Options установить Weight. Теперь нам становится заметным, что в каждом клоне появилась красная точка. Теперь необходимо вновь вернуться в наш эффектор и отключить опцию индивидуальных параметров. Weight Transform мы выставляем на 100%. Теперь идем во вкладочку Falloff и здесь присваиваем значение 0. Теперь в копиях, которые соприкасаются с нашей сферой, точки не красные, а зеленые. И зеленая точка означает, что это нулевой параметр веса, красная точка означает, что параметр веса 100%. Сейчас у нас ничего не произойдет, поскольку мы не задали вес, но данная функция выглядит вот таким вот образом. Задавая различный вес для каждой копии нашего объекта, мы будем иметь, естественно, другой механизм анимации. Давайте вернем наши параметры назад. U-Transform и V-Transform имеют отношение к Weight Transform. Рассматривать мы их не будем. Следующий параметр это Modify Clone. Он используется в том случае, когда у нас есть несколько объектов в клонере. Причем данный параметр довольно хорошо работает, если в клонере включена настройка Sort. В прошлом уроке я как раз и обещал, что покажу, как это работает. Давайте добавим в нашу сцену еще куб. И, к примеру, пирамиды. Добавим их в наш клонер. Вернемся в клонер. И установим параметр Sort. Вернемся в наш Plane. И параметр Modify Clone установим на 100%. Перейдем на вкладочку Falloff. Включим нашу анимацию. И теперь с помощью вот этого слайдера мы можем регулировать трансформацию наших объектов один в другой. Как вы видите, сейчас у нас идет куб. Далее он переходит в торус. И еле-еле видна пирамида. Причем на вкладочке Effector с помощью вот этих слайдеров мы можем редактировать вручную максимальные и минимальные величины. Как видите, сейчас у нас переход от торуса к пирамиде происходит более заметно. Вот так работает данный параметр. Давайте остановим нашу анимацию. Вернем на 0. Удалим ненужные нам элементы. В клонере вернем. Трейд. И что у нас здесь осталось? У нас остался параметр Time Offset. Как работает он? Давайте зададим нашему торусу некоторую анимацию. Отключим клонер. Предположим, ключевой кадр здесь. На 25 кадре мы установим вверх. И на 50 кадре вернем его вниз. Вот у нас простейшая анимация. Давайте активируем наш клон. Уберем галочку Fix. Клон. Перейдем в Plane. Fall Off. Infinite. И проверим, что у нас вышло. Вот что у нас получается. Перейдем на вкладку параметров. И как вы помните, ключевой кадр анимации у нас 25. Если мы здесь установим любую цифру, к примеру, 50, то наша анимация будет начинаться с 50 кадра. Видите? Вот таким вот образом работает данный параметр. Ну вот, собственно, и все по Plane Effector. Мне кажется, что рассмотрел вроде бы все самое необходимое. Далеко не все параметры нужны в тех или иных проектах. В принципе, думаю, самое главное – это основное. Основное мы вроде бы все охватили, поэтому я буду заканчивать данный урок. Хочу напомнить, что данный урок выходит при поддержке научно-производственного объединения LAT, лидера в области вакуумно-плазменных технологий. Им отдельное спасибо. Ну а я, в свою очередь, желаю всем удачи в собственных проектах и обучении. Если урок понравился, то не забываем подписываться на мой канал. Всем буду очень признателен. Следите за нашими обновлениями и оставайтесь с обзором CK.UA.